Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. После выхода на канале ролика про пастрому по ГОСТу, личка была буквально завалена просьбами показать обещанную пастрому из говядины без копчения. Я перелопатил огромное количество источников и понял, что как техник, так и самих рецептов слишком много и мне очень скучно, да и просто лень повторять чей-то рецепт буквально. Решил взять на вооружение общие принципы, а в рамках этих принципов как следует повеселиться. Итак, общий подход в американском приготовлении пастромы такой. Сначала мокрый посол мяса, длительный, причем в этом рассоле достаточно большой букет пряностей. А затем уже просоленный кусок мяса натирают новые порции пряностей и подвергают тепловой обработке с копчением или без него. Я буду использовать для рассола следующий набор. Черный перец, душистый перец, чили перец, гвоздику, зерна горчицы, кориандр, мускатный орех, лавровый лист и свежий чеснок. Рассол будет состоять из нитритной соли, поваренной соли и сахара. Мясо, говядина. Вот этот кусок с внешней стороны бедра. Надо будет его подровнять и зачистить от ленок. Что касается рассола. Сначала прокипячу пряности минут пять для того, чтобы все их ароматы как следует распространились по рассолу. А затем уже после остывания растворю соль и сахар. Поехали. Вся область пойдет на фарш. Фрикаделик наверчу. Рассол надо остудить, по крайней мере, до комнатной температуры. Просаливаться все должно в холодильнике, а место у меня там не вагон. Поэтому все проще мне, по крайней мере, проводить в пакете. Все. Отправлю в холодильник на неделю. Вообще-то кусок такой толщины и дней за пять просолится, но мне спешить некуда. Продолжаем разговор. Мясо просолилось. Надо действовать дальше. Сначала сполосну его. А теперь обсушить и можно новую порцию пряностей. Ну, что я хочу сказать. Да, в Америке чаще всего по-строму подвергают горячему копчению. Но вот в испанских магазинах, например, продается некопченое. Я хочу приготовить сразу два варианта, а потом сравнить. Просто разделю этот кусок на две части и обе натру одним и тем же набором пряностей. Причем в этот раз это будет только черный перец и кориандр. А теперь термическая обработка. Она будет проходить в три этапа. Первый этап. Сушка, обжарка будет проходить при температуре 90-100 градусов до достижения в центре куска 50 градусов. Этот этап я буду проводить для обоих кусков в духовке. Второй этап. Копчение будет проходить только для одного куска. Вот в этой самодельной коптильне. Ссылку повешу, как я ее делал. Третий этап. Уже доведение до кондиции, до 70 градусов опять проведу в духовке. Ну что, поехали! Второй этап. Температуру опускаем до 80-85. Один кусок продолжает греться в духовке при этой температуре, а второй я отправляю в эту коптильню. Температуру установил. Дымогенератор работает. Температуру установил на 81,5 градус. Видите? Сейчас она поднимется. Этот этап длится до тех пор, пока температура в центре куска не достигнет 60 градусов. Копчу на опилках бука. И для третьего этапа подкопченный кусок отправляю в духовку к первому. Температура будет та же самая, но прогрев будет происходить при очень влажной атмосфере. Поэтому на дно я поставлю ложку с кипятком. Мясо будет готово тогда, когда достигнет температура 70 градусов, плюс-минус 1. Ждем! И вот такое мясо у меня в результате получилось. Вот этот шматочек копченый, этот не копченый. Буду сравнивать. У нас ветер поднялся, так что, возможно, шумы будут, извините. Надо тоньше резать, потому что тянется не очень хорошо. Этот копченый, очень пряный, очень яркий, с большим количеством пряностей, солоноватый, вкусный кусок мяса, ароматный. Запах копчения есть, но он не очень сильный. Прямо вот не забивает все на свете. Вкусное мясо. Так, ну и самый главный вопрос, намного ли хуже будет, если не коптить? Кусок мягче, потому что копчение, ну в этих условиях, по крайней мере, видимо, все-таки сильнее сушит мясо. Этот кусок мягче и сочнее. Здесь настолько яркие пряности, острый перец, кориандр, что большого минуса в отсутствии копчения я не ощущаю. Нет, конечно, копченое вкусно, но даже если у вас нет возможности коптить, это все равно будет совершенно потрясающая пастрома. Кстати, она очень похожа на то, что можно купить здесь, в Испании. Так что смело готовьте и наслаждайтесь. Ну и я сооружу бутербродик, как я видел, сооружают в Америке с пастромой. Возьму хлеб. Это у меня из муки грубного побола с семечками. И всякие яркости. Ну и вот, вот такой вот бутер можно есть. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!